Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас ответы на вопросы. Я размещала пост в Дзене, пост во вкладке сообщества на YouTube, где вы задавали вопросы, и сейчас на все на них я буду отвечать. От Олеси Карповой вопрос. Светочка, можно тебя услышать? Просто привет, будет очень приятно. Олеся, привет, привет, спасибо. А Света, в каких странах хотелось бы побывать? Вы знаете, во всех, вот честно, во всех. Потому что мир настолько прекрасен и удивительный, что я бы с удовольствием побывала в каждой стране нашего мира. Вообще, раньше я всегда хотела в Австралию, не знаю почему. Везде хочется побывать, всё хочется посмотреть, я люблю путешествовать, поэтому везде. Вот я не выделяю какую-то одну страну, везде есть какие-то... В Испанию, кстати, вот ещё в Испанию. В Испанию всегда хотелось в Испанию. Это от Анны вопрос. Так, от Натальи скажите, пожалуйста, если не секрет, какой у вас доход в месяц? Вот интересные вопросы такие про доход сейчас начались. Просто я уже год смотрю вас, вы делаете заказы совсем не бюджетные, и в месяц несколько заказов с Вайлберрис, то с Рандеву и с Фаберлик. Ну, во-первых, Фаберлик – это моя работа. Там про Фаберлик ещё про работу будут вопросы, сейчас на всё обязательно отвечу. Поэтому я там делаю 100 баллов, я являюсь ВИП-консультантом, я получаю официальную зарплату каждые 3 недели, иногда каждые 2 недели. То есть зарплата, естественно, покрывает все эти расходы в Фаберлик. И в Фаберлик я всегда беру то, что мне нужно для дома. Но иногда, иногда то, что и не нужно, потому что мне нужно показать вам. Я же не только работаю в Фаберлик, я ещё и блогер, поэтому мне нужно показать вам новинки, обозревать, оставить свой честный отзыв и так далее. Поэтому беру иногда и то, что не нужно. Так, про заказы с Вайлберрис. Ну, там я беру то, что мне нужно, как бы там ничего такого нету, прям, что я там на Вайлберрис заказываю на десятки тысяч. Нет, конечно, нет. Так, с Рандеву. Ну, кто не знал, раскрываю вам огромную тайну, потому что кто не знал, это прям тайна, да, такая. Блогеры сотрудничают с различными косметическими фирмами, с различными косметическими компаниями и не только косметическими, да. И блогерам часто что-то присылают на обзор, чтобы блогер оставил свой честный отзыв. Что-то и присылают на рекламу, чтобы показать, да. А что-то на обзор, вот честный отзыв даже многие так и пишут. Вот я стараюсь в основном так сотрудничать, то есть тебе присылают товар, ты его тестируешь, оставляешь свой честный отзыв. Поэтому сотрудничество в момент еще он тут присутствует. То есть конкретный доход вместе я никогда не считала, считаю этот вопрос вообще некорректным. Я получаю зарплату Фоберлик, я получаю зарплату как блогер, я плачу налоги и так далее. И очень много, кстати, было вопросов и на ютубе, вот именно про блогерство, именно про работу. Вот кто-то хочет начать, но боится что-то сделать, кто-то не знает с чего начать. Давно девчонки задают такие вопросы, хотели бы снимать ролики, но не знают с чего начать, не знают на что снимать, не знают как снимать. Кто-то, возможно, боится показать себя в кадре, но я вам открою секрет, это совершенно не обязательно, чтобы ты был популярным блогером, показывать себя в кадре. Когда я начинала снимать, я всему училась сама, у меня как бы не было учителей никаких, приходилось наступать на одни и те же грабли несколько раз. Сама училась абсолютно с нуля, на что снимать, как снимать, да, были ошибки, да, если вы посмотрите мои первые ролики, там, конечно, моментами может быть смешно, но, как говорится, все приходит с опытом. И вот как раз было очень много вопросов, как начать вести свой канал, а что снимать. Смотрите, девчонки, мне кажется, многие из вас любят смотреть вот такие вот залипательные ролики, ASMR-видео и так далее. Это сейчас достаточно популярный контент, да, вот смотрите, как интересно, особенно вот когда режут мыло. Я, например, залипаю и смотрю и получаю огромное удовольствие. Супер, да? Вы когда-нибудь обращали внимание, сколько просмотров у подобных роликов? Просто огромное количество. И авторы этих каналов, они зарабатывают тысяч долларов в месяц. И главное, что вы тоже можете стать владельцем такого канала. Я прекрасно понимаю, что снимать блог и показывать свое лицо, как это делаю я, могут не все, но это и не обязательно. Но можно пойти и другим путем. Мой коллега Эльдар Гузаиров, автор нескольких YouTube-каналов, скоро проведет абсолютно бесплатный интенсив. И на нем он расскажет, как всего за три вечера создать свой канал, выйти на монетизацию залипательных видео, получить большие просмотры. И все это можно делать без лица. Самая главная фишка, вам не понадобится абсолютно никаких вложений для старта и продвижения. Если следовать четким инструкциям Эльдара, YouTube сам вас продвинет. Вы можете как перезаливать фрагменты чужих роликов, так и снимать ваше хобби, домашних животных, распаковку посылок, уборку. Абсолютно все может стать вашим видеоконтентом. Никакая специальная техника не нужна. Достаточно обычного смартфона. А самое главное преимущество этой ниши в том, что этот способ подойдет абсолютно каждому. Среди учеников Эльдара, вышедших на монетизацию, представляете, есть 65-летняя женщина на пенсии, 47-летний слесарь и 30-летняя мама в декрете. Какая у вас профессия? Это не важно. Так же, как и ваш график. Это все абсолютно не имеет значения. Главное выделить время на бесплатный трехдневный интенсив, который будет проходить в вечернее время. В описании под роликом я оставлю ссылку на интенсив, который будет проходить уже совсем скоро. Переходите по ней и бронируйте ваше место, потому что количество их ограничено. Для моих подписчиков интенсив абсолютно бесплатный. Сейчас мы вместе с вами зарегистрируемся, чтобы у вас не оставалось никаких вопросов. При переходе по ссылке вы попадаете на страницу, где нужно ввести ваш e-mail и телефон. Снимаем кнопку «Зарегистрироваться бесплатно». Вот и все. Я зарегистрировалась. Смотрите, как быстро и просто. А ссылку для вас я оставляю в описании. Ну и поехали дальше. Следующие вопросы от Мариночки. Марина, привет. Куда планируете поехать отдохнуть этим летом? Никуда. Отдыхаем в пределах нашей центральной полосы. Почему? Потому что не получилось. Вот возникли такие факторы, которые повлияли на то, что мы никуда не поехали. Мы, конечно, расстроились, но да ладно, значит не судьба. А посмотрели, что сейчас творится вообще на юге, на море. Мы как раз собирались в Абхазию, а там вообще перекрыли железную дорогу, потому что ее подтопило. И мы как раз должны были находиться там, по идее, в этот промежуток времени. Лишний раз убеждаюсь, все, что не делается, все к лучшему. Неизвестно, уехали бы мы оттуда, во что вылился отдых с этими штормами, затоплениями и так далее. В общем, как-то так что никуда. Раиса, как познакомились с мужем? Уже на этот вопрос отвечала много раз. Есть ролики вопрос-ответ, мы с ним познакомились в интернете. Да, было такое приложение Аська, мы с ним там познакомились, через какое-то время встретились. И вот, собственно говоря, вылилось в то, что вылилось. Раиса еще. Светлана, привет. Скажи, пожалуйста, планируешь ли выходить на работу после декрет? Когда будете отдавать Кристину в садик, где работает муж? Квартиру покупали своими силами. Раиса, на работу пока не знаю, пока вот не планирую. Пока не планирую. В садик нам место уже, кстати, выделили, позвонили, надо дойти до туда и оформить, написать заявление, чтобы его за нами держали. Потому что в садик пока тоже не планирую до трех лет, я так решила. Пока мы дома, пока хочу быть детьми. Там посмотрим, как вообще сложится ситуация в мире и так далее. Пока нет, возможно, чуть позже. Где работает муж? Муж у меня железнодорожник, я этого не скрываю. Квартиру покупали своими силами. Да, у нас была квартира однушка, мы ее продали, взяли ипотеку и купили квартиру, да, своими силами. Как же иначе? Так, теперь вопросы с Ютуба. Здесь, к сожалению, не могу озвучить автора, потому что вообще на самом деле очень интересно. Даже сейчас покажу. Видите, нет имени, просто пользователь, юсер, набор цифр и набор букв. Вот так в творческой студии показывают ваши комментарии Ютуб. Видимо, это еще один бонус прилетел с Америки для российских блогеров. Так что без имен. А вы всегда такая энергичная, позволяете ли себе иногда днем прилечь и отдохнуть? Полежать могу, конечно. Но, как правило, сейчас я стараюсь днем, вот как в данный момент, снимать какие-то ролики, пока Крис спит. А так мы можем с ней вместе поваляться. Да, спать я днем не люблю, потому что мне жалко времени. Ночью надо спать, зачем спать днем? А так отдохнуть, конечно, могу. Иногда прилечь и отдохнуть. Мы с ней вместе можем взять книжечки, лечь, полежать, почитать, отдохнуть. Добрый вечер. Очень красивые помадочки. Спасибо. У вас стало меньше влогов. Раньше вы снимали и прогулки, и выезды на природу. Весь этот материал в Дзене, ежедневные наши прогулки и выезды на природу, и все остальное в Дзене есть. Вот в таком вот количестве. Не вижу никакого труда подписаться в Дзене и смотреть там, если это вам тема интересна. Можно даже не скачивать отдельное приложение, просто смотреть в браузере, найти, подписаться и смотреть. Поэтому этого очень много стало наоборот, но я это не показываю на Ютубе. Для этого Дзену нет. Так, Светлана, здравствуйте. Посоветуйте уход на лето для комбинированной кожи. Ну, опять же, про возраст не написано ничего. А, вот, 43. Самое действенное средство от морщин, в частности, под глазами. Мне 43. Можно и не от Фаберлик. Ну, все равно, девочки, как-то все индивидуально. Если Фаберлик, то это кислородный баланс с матирующей на день. На ночь все равно, если 43 года, тем более есть морщины, нужно что-то питательное и мощное. Я безумно полюбила крем куркума ночной. И вам советую его тоже попробовать, и под глаза, и на глаза в том числе. А самое действенное средство от морщин – это массаж. Хотя бы скребок гуаша, но на ежедневной основе. Наносите какую-нибудь сывороточку, сыворотки, если мало, потом добавляете крем. Утро, вечер массажируйтесь. Вот это самое действенное средство. Ни один крем вам чудес никаких не сделает. Шприцы, Фаберлик, вот эти, которые экспертовские, они заполняют морщинки. Но это временный эффект. Пользуйтесь, заполняют их меньше видно. Не пользуйтесь, не заполняют их больше видно. Массаж. Массаж. Качественное очищение кожи перед массажем, потому что морщинка – это залом. Потом уход, массаж. Доброе утро. Какие у вас цели на будущее? Карьера с компанией Фаберлик. Вверх, вверх и только вверх. Планы грандиозные. Расти и расти, и развиваться. Мне безумно нравится вообще то, что в этой компании так легко развиваться, если есть желание, так легко получать доход. Опять же, если это есть желание, зарплата каждый 21 день. Я планирую расти. Какие у меня планы? Огромные, грандиозные. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в каком вы сейчас статусе Фаберлик? Как продвигается ваш бизнес? Бизнес продвигается медленно, потому что, я уже вам рассказывала об этом, у меня уклон больше на блогерство. Больше на блогерство, нежели на бизнес с Фаберлик, да? Но, тем не менее, я стараюсь. Он развивается, потихонечку растет, растет. Директор, статус директор, он растет потихоньку, и это очень радует. Стараюсь и девочкам своим помогать, кто хочет у меня развиваться в моей команде. Я стараюсь им помогать, то есть работаю с их ссылками, чтобы к ним шли регистрации, да, чтобы вы понимали. Если есть какие-то вопросы, там, пишите, я еще отвечу в комментариях. Девчонки, кто хочет развиваться, они мне сами пишут, я ни на кого не наседаю, говорят, вот, я хочу работать с талантом. Поможешь, помогу, конечно, без проблем. И мы работаем вместе с ссылкой для регистрации этого человека, да, и регистрируем под него людей. Вот таким вот образом. Поэтому я не только как бы себя ращу, но и свою команду, естественно, тоже. Так, у вас много ухода в косметике. Как часто делаете маски для лица? Два раза в день стараюсь, но вот сейчас в последнее время вечером прям неохота. Но с утра обязательно. Вот с утра обязательно прям пока делаю кофе, пока готовлю завтрак, иду, очищаю лицо, делаю масочку какую-нибудь. То есть вечером через раз, честно скажу, вечером больше тканевые. А так постоянно практически делаю маски для лица, и рада. Много ухода, но сейчас уже, кстати, не так много. Все бы израсходовалось. Кремы, которые не подходят, я их использую как маски. Допустим, у меня с того года гардерик стоит. Ну, уже как бы и срок годности, открытая баночка давно. Я толстым слоем на лицо прям наношу крем. Я уже писала статью на эту тему, как использовать косметику, которая вам не подошла, или близко срок годности, или залежи у вас большие. Как ее использовать еще по-другому. Поэтому, если интересно, можете почитать. Здравствуйте, где вы познакомились с вашим мужем? Опять вот это я уже сказала. Скажите, пожалуйста, отзыв о нано-пемзе очень хороший, или можно обойтись? Она действительно очень хорошая, мне нравится, потому что быстро. И на сухую, то есть не в ванной там где-то надо идти размачивать, и так далее. То есть прям на сухие натоптыши, нано-пемзе все счищаешь, крем наносишь, все, пяточки классные. Но могу сказать, что, допустим, где-то месяца через два, через три, у нее вот эта вот уже сама пилка, она начинает стираться, она уже не так хорошо счищает. Поэтому имейте в виду, через несколько месяцев все равно ее нужно будет менять. Если вам подходит такой вариант, то, пожалуйста, ради Бога. Так, вроде на все основные вопросы девчонки ответила. Да, их было не так много, потому что в основном все мои девочки, они со мной в Телеграм, и они и так все, в принципе, знают обо мне. Так, да, девчонки, вроде все, все вопросы разобрала. Так что вот так, если у вас еще вопросы какие-то остались, или вы не видели просто этот пост во вкладке сообщества, потому что не все зрители знают, что такое вкладка сообщества, да, и на Дзен переходите, подписывайтесь, кому интересен вот этот формат прогулок, влогов и так далее, там это все всегда постоянно, и посты, и короткие видеоролики про нашу жизнь и так далее. Ну, на этом все, мои хорошие, ссылочку на интенсив оставляю под видео, проходите, регистрируйтесь, все абсолютно бесплатно. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok